Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пико Александр Шунин вместе с вами. И вот когда мы говорим про календарь, про события, часто удивляемся, как вообще меняется, быстро несётся время и какие-то даты, события, что случилось хорошего, трагического, они буквально отказались, это случилось вчера, потом ты вдруг отчитываешь просто время, года, иногда даже десятилетия. И вот мы сегодня хотели поговорить о том, что вот совсем скоро уже исполнится год с тех пор, как нас покинул, вот ушёл, скончался от коронавируса Вячеслав Солдатенко, более известный как писатель, русскоязычный, латвийский писатель Слава Се, известный далеко за пределами Латвии. И сегодня мы поговорим вот о тех мероприятиях памятных, которые пройдут в ближайшее время в Риге. И об этом нам расскажут продюсер Галина Полторак. Здравствуйте, доброе утро. И сестра Слава Се, Анна Поммере. Доброе утро. Доброе утро. Ну, может быть, несколько слов сначала действительно о том вот мероприятии, что это будет? Ну, поскольку действительно мы все были в полном шоке, когда Слава ушёл от нас. И сейчас, когда вот в конце июня будет год, как его не стало, мы договорились с залом Ресебы, H2O, всем известным уже, наверное, всем известен этот зал, который нас вот любезно будет принимать на вечере памяти Славы. И для того, чтобы это было, ну, как-то максимально тепло, максимально с его друзьями, мы пригласили всех бардов, с которыми он когда-либо пел или когда-нибудь аккомпанировал или просто слушал. И тех актёров, которые выразили желание прочесть его произведение. И это будет Родион Кузьмин из русской драмы и Татьяна Лукашенкова, которая тоже будет вести вечер и какие-то из его произведений читать. Кроме того, ещё будет Елена Тонова, которая тоже очень отозвалась на это событие и сама придумает, какой рассказ прочитать и представить его каким-то собственным образом. Поэтому мы очень ожидаем зрителей и хотим, чтобы это непременно как-то отозвалось в сердцах тех, кто нас сейчас слышит и придёт на концерт. Когда он состоится? Концерт будет 11 июня, в 18 часов. Билеты продаются в Билишу-сервисе. И это зал H2O на Астерес-2. Ну, я думаю, что там можно будет просто в Гугл вбить и Гугл выведет. Выведет, да. Это через зунду от РТУ. Потому что улица переименована, поэтому надо её запомнить по новой. Но вот если говорить о самом вечере, там будет принимать участие большое количество, я понимаю, будет участников. У каждого будет свои какие-то, ну, несколько минут для того, чтобы поделиться или воспоминаниями, или спеть, или что-то. Да. Каждый участник споёт одну песню. Наверное, кто-то сможет рассказать немножко о своей связи со Славой. И те, кто не смогут приехать, они прислали видео, поздравления, видео, вернее, ну, как бы привет, который мы выведем на экран. И все те, кто выступали с ним в России, или с кем он выступал в России, вот они тоже прислали свои видеопоздравления. Это там Эльмира Галеева, это Фролова Лена. Ну, и, в общем, я думаю, что ещё какие-то сюрпризы должны остаться за кадром. Анна, вот насколько действительно это было, ну, вот внезапно, ведь это, в самом деле, вот его ход был какой-то такой вот, никто не мог поверить, это какой-то был, оказалось, какой-то кошмар, это какой-то страшный сон, какая-то глупая шутка, в общем-то, кого-то. Потому что такой весёлый, жизнерадостный человек, полный планов, и тем более, там, вот, потом уже выходили фильмы по его сценариям, которые, то есть, вот как будто бы ещё продолжались выпускаться книги, и всё это, этот был процесс, как будто бы ещё происходил, как вот звезда, которая продолжает свой свет отправлять. Ну, всегда какая-то инерция есть, когда человек уходит, близким кажется, что это всё ещё продолжается, и это действительно, в какой-то степени, я думаю, продолжается для близких, потому что, конечно, сразу это всё принять, это было очень трудно, и до сих пор, мне кажется, мы как-то в какой-то паузе, мне кажется, до конца сознания не пришло ещё. Остались ли какие-то, может быть, ещё недописанные книги, остались ли какие-то черновики, записи? Ну, Славик сам говорил, что у него полностью вся книга в голове одна, и что вот он как раз летом собирался, тем летом садиться писать, и если, ну, было бы всё удачно, в общем-то, может быть, она была бы, может быть, даже и закончена, потому что он полностью уже её представлял, как она должна быть. И ещё интересный вот такой момент, что он мне 10 лет назад подарил компьютер, просто отдал свой новый, и там тоже есть какие-то черновики. Я всё держала, держала, и как раз перед его уходом почему-то думала, может быть, уже стереть, он бы уже взял, если надо, и сохранила. И, может быть, вот мы потом будем с близкими ещё смотреть, что там осталось, потому что сейчас ещё не было на это сил. Хочется немножко как-то отложить, как какую-то встречу с братом. То есть можно надеяться на вывод какой-то новой книги? На книге, я не знаю, мне очень сложно говорить, но, может быть, какие-то заметки, да. Но, к сожалению, та книга, которая, она так и осталась в голове. Ну, книги же продолжают выходить, тиражи допечатываются, потому что они же разлетались. Да, они, в общем, тоже все разобраны, насколько я знаю, в России сейчас вот идёт речь о новых каких-то изданиях. А как было, ну, быть сестрой известного писателя, который стал популярен, вот именно вот как, не знаю, это вот вспыхивает сверхновое. То есть вот насколько вот в какой-то момент, ну, вот ты живёшь с обычным человеком рядом, а в какой-то момент вдруг он становится невероятно популярен, знаменит? Вот я, наверное, сейчас вас удивлён, но я почему-то я не была удивлена, во-первых, когда у него началась эта популярность. И ещё, что, наверное, отличает вот меня и маму восприятие Славика, это то, что мы каждый занимались своей профессиональной деятельностью, и достаточно глубоко, как бы мы трудоголики. И мы, в общем-то, не вмешивались вот в деятельность друг друга. Я, может быть, только уже после ухода Славика поняла, что, может быть, он считал, что я даже мало интересуюсь и обижался, как я поняла из некоторых, ну, даже не то, что обижался, но хотя это неправда. Меня очень интересовало, но просто брат для меня был прежде всего как бы братом, и мне это было главное. Мне было очень главное, что он счастлив в этом. Когда вот это всё началось, я почувствовала, насколько он счастлив, насколько это его, и мне этого было достаточно. Я как бы не пыталась, может быть, там, приходить на концерты, чтобы его не смущать. Мне почему-то казалось, что, ну, когда родственники сидят в зале, как-то человек уже не так себя чувствует свободно. И мне был вот главный этот именно момент, что он счастлив, и, в принципе, мне этот аспект был важен. А он, в свою очередь, интересовался вашей карьерой как художница? А он тоже не очень, мне кажется, и он даже тоже говорил, и он даже, может быть, меньше, чем я на самом деле, потому что я через сердце пропускала то, что он пишет, я его там узнавала, я радовалась вот тому, что я его знаю как человека. Мне это было приятно. Я узнавала его ход мышления, какие-то реакции такие человеческие, эмоциональные. А он еще даже вообще, можно сказать, практически не интересовался. Он тоже как бы, ну, вот он узнавал через маму, что вот у меня там выставка, там, вот где-то там мне дали что-то, какую-то стипендию. Вот. И вот это радовало, ну, и все, в принципе, это было нормально. И он тоже, я думаю, не знаю, насколько он удивлялся, может быть, тоже. Потому что я тоже, в общем-то, начала заниматься живописью уже так профессионально после 33-х. А он всегда интересовался вот как раз литературой? Да, он литературой всегда. Я помню с детства, как он сидел все время, у него были тетрадки, он всегда что-то писал, он очень много читал. И я на него смотрела по нему уже и читала его книги за ним, потому что у нас большая разница, 9,5 лет. И он в этом смысле, он очень для меня много играл, большую роль, очень как какой-то образец, такой духовный, я бы сказала, образец, это, может быть, не модное слово сейчас. Ну, да, и я его книги перечитывала, не его написанные, а в то время то, что он читал. И он еще, кстати, рисовал очень хорошо. Он мне мультики рисовал, вот я помню, когда болела. В блокнотах, да, вот эти? Да, и он делал даже по кадрам, чтобы они менялись, как он умел. И у него было какое-то, он очень хорошо рисовал, и у него было такое желание поступить на аниматоры, я даже помню, в какой-то момент. Я еще была маленькая, но все равно помню. И помню то, что связано с братом очень хорошо. То есть он был настолько увлекал всех детей, у нас было много двоюродных братьев и сестер, и он увлекал, все обожали, когда он был. Даже просто вот он мог изображать, не знаю, там, директора банка и практически не участвовать у нас в игре, лежать на раскладушке и читать летом. Вот мы были на Кавказе, у нас была бабушка. И он нам рисовал деньги, и так, чтобы мы от него отстали, потому что мы все были меньше. И у нас дальше игра продолжалась без него, но при этом все обожали, что вот он там есть. Он смешил очень, очень его любили и дети, и животные тоже, кстати. Но ведь аниматор, наверное, тоже это умение создать какую-то короткую историю, яркую, выпуклую. То есть это вот очень близко, наверное. Да, там сюжет тоже должен быть, какой-то сценарий. Как тогда, прости, а как тогда так вот произошло? Аниматорство, там, мультики, писательские какие-то попытки, и вдруг медэкспертиза? По какой причине Вячеслав пошел? Настолько отличающиеся сферы от того, что вы рассказываете? У него были еще многие другие сферы, которых вы тоже не знаете, наверное. И он достаточно много разных мест менял, то есть он путешествовал много. В какой-то момент, когда были сложные 90-е, например, фильмы переводил. Это, наверное, может быть, вообще никто не знает. Он ездил по Советскому Союзу, кстати, тогда это было достаточно опасно. Такие страны, там, Азию, туда. Какие-то были у него там какие-то безумные приключения с опасностями. Он перевозил фильмы оттуда? Нет, он переводил. Вот тогда были, когда в зал, еще чуть ли это было не запрещено или только разрешено, я даже не помню, я была еще слишком маленькая. И он сидел и переводил. Это было после армии. То есть вот эти подзаработки. И он как-то очень быстро входит во все новое. Входил. И я даже не знаю, откуда эта медэкспертиза. Может быть, через психологию как-то он пошел. Там тоже какие-то специфические предметы были. Тогда ничего удивительного, что все-таки в мир кино вернулся. И как вернулся. Да. Ну, да, с детства. Ну, вообще литература с детства у него была. Очень. То есть он все время читал, читал, читал. Были скандалы дома. Мама там пыталась, чтобы он учился. Это было практически. Ну, вот как раз, да, в блоге на Фейсбуке, который вот до сих пор он открыт. Сейчас мы поговорим. Может быть, тоже об этом там было как раз рассказано о том, как, когда они гуляли с Андреем Экисом, и Слава читал ему свои наброски вот к сценарию фильма, и просто там сотрицалось от хохота, потому что там Экис вот много ходил, и там было, что, наверное, местные жители просто в ужасе, потому что он не мог сдержать смеха, и очень громко хохотал. И вот обсуждая вот этот сценарий, который, к сожалению, оказался последним, вот этот блог в Фейсбуке, он остался, но вот он до сих пор открыт. То есть как, как, что сейчас... Знаете, с ним вообще была какая-то мистика, ну, может это показаться такой глупой женской историей, но мы все удивлялись, что когда уже Славик был в реанимации, и фактически он уже не мог никак туда заходить, может быть, он остался этот вход открытым на телефоне, и была эта зеленая лампочка. И почему-то потом уже после смерти Славик, когда уже и телефон разрядился, он в реанимации был две недели, и все равно она время от времени включалась. Это вообще было что-то поразительное. И мы до сих пор не знаем, да, но и мы не можем сейчас, конечно, закрыть, и, в общем-то, мы, может быть, я не знаю, как остальные близкие, но мне как-то приятно еще видеть, что там этот... Да, это какая-то вот эта инерция, о которой я говорю, что желание увидеть людей, с кем он общался, встретить его друзей, потому что я, ну, до 16 лет мы еще пели куда-то вместе, ездили, я все время была, а потом я ушла в другую музыку немножко, я в рок, вот, а Славик в барды, и у нас разошлись, ну, и большой все-таки разница в возрасте. И поэтому вот сейчас у меня какие-то еще такие желания протянуть этот момент какого-то узнавания друзей, еще каких-то вот его записей, отложить, и потом как новая встреча. Ну, вот это вот как раз встреча, которая, мы напомним, 11 июня должна произойти, вот что она для вас может значить, то есть вот, может быть, какой-то увидеть людей, друзей, с которыми общались, что-то, может быть, они могут рассказать, узнать то, чего не знали вы. Да, да, несомненно, очень много, потому что, конечно, большая часть жизни брата проходила вне меня, да. – И еще раз просто мы напоминаем, что все это произойдет в 8-м. – И H2O на улице Астрос-2, 11 июня в 6 часов вечера. – Будет ли возможность каким-то образом, я не знаю, такого рода, например, ну, вот встречи, вот как, не знаю, какой-то клуб Славы Сэ или что-то такого рода, вот если это все, ну, вызовет интерес, потому что ведь Слава, наверное, был действительно как магнит, который притягивал и других людей давал, отдавая энергию, создавал какой-то вот этот вихрь вокруг себя? – Ну, на самом деле, его очень любят читать. Мы знаем, сколько записал видеосюжетов Филипенко. И они выставляются, и я думаю, что не один Филипенко его читает. Поэтому, когда здесь вот вызвались эти актеры и театрорусской драмы прочитать, то, конечно же, мы подумаем над тем, как это продолжить. Потому что это очень оживляет. Мы вчера сидели на репетиции, и Таня Лукашенкова читала. Мы просто все в голос смеялись. Это совершенно замечательный слог, совершенно потрясающие сюжеты. Конечно же, придумаем, что дальше с этим делом делать. – А, кстати, в этих рассказах не было ли так, что вы могли узнавать себя или какие-то ситуации, которые… – Ну, он там так и пишет, не стесняясь, в общем-то, да. И то, что у нас были какие-то иногда серьезные разговоры, как я думала, это потом все преподносилось с абсолютно другого ракурса. Да, но мне это как-то вообще абсолютно не задевало. Кто-то там обижался, насколько я знаю. Какие-то друзья или знакомые. Мне вообще абсолютно это было. Ну, это художественные приемы, и пожалуйста, если это можно использовать, какой-то материал для искусства. Да, по поводу вот этих вечеров. Я знаю, что в Молдове еще сделали несколько концертов. Мы разрешили, как бы дали согласие и сделали концерты, потому что было очень много желающих, потому что, брат, еще там должны были быть концерты, люди ждали. И там тоже собрались те, которые с ним общались, и которым он был дорог. И очень был тоже теплый вечер, поэтому с большим успехом они прошли. Планируется ли сейчас еще издание, переиздание книг? Насколько я знаю, да, планируется. А кто является сейчас правообладателем? Вы знаете, вот это я... То есть это сложно? Это я сейчас дань, лучше не буду, а то могу сказать, что это не точно. Но в любом случае, вот есть, просто еще раз намекнем, что есть произведения, которые еще остались вот в рукописях, в черновиках, в компьютерах, и таким образом есть еще вот что-то, что, может быть, поклонники Славы Сэй еще не знают, не читали, и наверняка это может быть в какой-то ближайшем обозримом будущем появиться, быть опубликованным и порадовать фанатов, поклонников его творчества. Более того, и быть реализованным на сцене в каком-то новом виде, в новом прочтении, в связанном рассказе, я так понимаю, речь идет о том, есть идея какой-то постановки, да, объединяющей. Это не постановка, это каждый рассказ, ну, это целая история, но она маленькая и короткая, то есть постановки там большой, наверное, не сделает, но из всех вот Лена Тонова, у нее какая-то идея такая, что нужно что-то особенное придумать или музыку специальную подобрать, видеоряд какой-то специальный, может быть, она собирается там музыкантов подтянуть своих, вот, у каждого какая-то своя идея возникла, но даже просто прочтение это так увлекательно, так интересно, коротко и так это как ударно, что этого тоже достаточно. Ну и вот ближайшее, еще раз напомним, 11 числа, состоится 11 июня, Ваш 2О, следите за рекламой, может быть, появятся еще и продолжения, если вечер получится удачным и ярким, и интересным, захватывающим. Мы говорим спасибо большое продюсеру Галине Полторак, организатору этого вечера, и Анне Помере, сестре Славы, которая сегодня поделилась своими воспоминаниями о брате. Спасибо Вам большое, до встречи. Спасибо. До встречи.